Приветствуем из России игроков Black Desert со всего мира, а также сотрудников компании Pearl Abus. Вот и прошел полгода с момента проведения кальфионского приема. Только-только отгремел и хидельский прием. За это время в игре произошла масса изменений, как в механиках, так и в балансе. Появился новый класс Мудрец. Состоялся турнир Арена Арши. С появлением измерения Эльвии были переработаны некоторые старых локации, за которые чуть ли не каждый день происходят ожесточенные сражения. Также вместе с новыми локациями игроки получили актуальный групповой контент, за что разработчикам отдельное спасибо. Есть множество вещей в игре, которые нравятся игрокам, но есть и то, что хотелось бы улучшить. Нами были просмотрены сотни предложений от игроков, из которых мы отобрали самые интересные и актуальные, которые в свою очередь не были рассмотрены в рамках хидельского приема. Предложения затрагивают различные аспекты игры. Для удобства мы разбили их на несколько групп. В нашей игре есть масса предметов, описание которых занимает слишком много места и не всегда умещается на экране. Часть описаний в таком случае можно выводить вторым столбцом. Не все игроки обладают мощными компьютерами и поэтому просят добавить возможность отключения отображения чужих кораблей и лошадей в городах. Это положительно скажется на производительности, а также на общем облике поселений. Часто возникает потребность замене положительных эффектов. Обеды, алхимия, бальзамы и прочее. Необходим функционал быстрой отмены бафов. Например, кликом мышки по соответствующей иконке. В условиях доступности палитры Мерабы игроки просят добавить возможность предварительной покраски костюмов в премиум магазине. Пвп ориентированным игрокам необходима функция отключения посадки на чужую лошадь вторым пассажирам, так как во время осады возникает сложность во взаимодействии с постройками. В игре существуют две метки, гильдиная и групповая. И если с первой все в порядке, то активация групповой крайне неудобна для игрока. Дело в том, что для установки данной метки необходимо удерживать клавишу Shift, который используется для применения массы навыков почти у каждого класса. Например, у Валькирии часто впустую используется навык погоня со щитом. Необходимо добавить возможность назначения отдельной кнопки для групповой метки. Это повысит удобство ее применения. Интерфейс усиления требует небольшой оптимизации. Необходимо убрать перезарядку нити Надеро при использовании шанса усиления более 100. В настоящий момент усиление предметов до высоких рангов занимает слишком много времени, и подобные элементы превращают этот процесс в рутину. Заточка Заточка один из ключевых элементов игры. Авантюристы часто делятся своими успехами и неудачами в усилении экипировки. Всегда интересно, кто и с каким шансом заточил какой-либо ценный предмет. Отображение использованного шанса усиления в истории персонажа будет весьма кстати. К сожалению, лимитов 30 квестов уже не хватает. В игре очень много различных заданий, как ежедневных, так и ивентовых, в связи с чем необходимо расширить максимальный лимит квестов. Задания гильдий больше не вызывают былого интереса, а затраченное на них время совершенно не окупается. Участники гильдий ждут, когда награды за выполнение гильдийных квестов станут адекватными экономической ситуации на сервере. Система пассивных гильдийных навыков и бафов также нуждается в доработке. Например, можно добавить дальнейшее развитие навыков, но только в одном из направлений, как это реализовано у призвания Шай. Главы гильдий будут сами решать, что важнее для их коллектива. Отображение количества наемников, участников осады, а также отсутствующих игроков — это то, чего ждут все офицеры гильдий, принимающих участие в осадном контенте. Ручной подсчет сильно усложняет подготовку к осаде. Все мы люди, и главы гильдий тоже. Бывает так, что их нет онлайн или глава находится на другом канале. К сожалению, это делает невозможным использование советником главы навыков боевой созывающий клич, а обычный созывающий клич советник в принципе не может использовать, что странно. Осады территорий — кульминация пвп-контента для гильдий. Самые активные пвп игроки стремятся принять в них участие. К сожалению, один из основных элементов обороны работает некорректно, а именно чистокол. Из-за того, что чистокол пропускает урон сквозь себя, форт из защищенной крепости превращается в братскую могилу. Я помню, как после выхода Камасильвии игроки из нашей гильдии соревновались в прохождении алтаря Вильтара, чтобы занять как можно более высокое место в рейтинге. Сейчас этот контент проходит только по сюжетной линии. Про разлом дикарей также все уже позабыли. Более ценная награда позволит вновь привлечь к ним внимание игроков. Сейчас призыв реликвии занимает слишком много времени, больше чем убийство боссов, из-за чего сильно утомляет игроков. Игроки предлагают добавить в игру обмен свитков призыва реликвии на аналогичные пробужденные, с более высокой наградой, по аналогии с боссами. После ввода связки персонажей было вполне логичным добавление ограничения на торговлю этими персонажами. Но, к сожалению, пострадала имперская торговля и рыбалка. Ограничение на занятие данными ремеслами на связанных персонажах выглядит явно лишним. Оружие духов Агьер, Карнака и Вильтара, призвано облегчить охоту на территории Эльвия. Но применение этих предметов реализовано крайне неудобно, а в некоторых случаях даже опасно для персонажей. Переработка оружия в баф избавит игроков от неудобства постоянной смены экипировки во время охоты на монстров. Конечно, это далеко не все предложения от неравнодушных авантюристов, а лишь подборка наиболее актуальных. Возможно, что-то мы упустили, и было бы интересно почитать ваши идеи в комментариях. На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо за просмотр, удачи и до встречи на просторах Black Desert.